после яблонь когда мне удалось и абрикосы даже это чуть позже груши ну нет по округе сладкий груш ну питомники продают ведь привозят вырастет я смотрю по соседям как может питомник продавать несъедобные как уже трудно что лишь съедобные сорта я давай выписывать вот и большинство опять несъедобные южные плодопитомники те кто торговали санцами и крутые такие авторитетные садоводы тоже присылали несъедобные как как не понимаю это ну удалось собрать коллекцию с огромным трудом но удалось на по двое вон они 50 километров проехал по слухам там росло несколько взрослых потом оказалось не взрослых старых старых суриски груша под ними ковер из из плодов мелких такие даже не как эти куриные яйца как яйца перепелины вот такие вот и тут случилось чудо как это получилось почему у них никакого отторжения не было когда на них прорывал самые роскошные крупные вкусные груши красивые сладкие и они не это и они не отторжения никакого вот тут нет бог подарил просто подарил по двое невероятно а потом случилось чудо и чудес эти три дерева 2 одно от избытка уже спилил науки не надо вот вот эти два дерева уссорийской дикогруши живя посреди культурного сада нет не оккультурились какие были дубовые таки остались какие вот такой писать еще меньше стали но сейчас проблемы с совместимостью биологической скульптурными грушами больше нет со сливами та же история да проблемы есть со сливами слива слива и их несколько как бы разных видов их даже назвать то надо если это сливы то это не сливы но есть деление там на черносливы есть на венгерки его сильно разные вот тут есть проблема этим надо заниматься и туда оказалось что культурные абрикосы дальневосточные не имеют никакой это не призне именно к венгерков и венгерку при война бай пожалуйста и бай при война венгерку пожалуйста не оба одного случая гибели не подмерзших веток да что же это такое а это опытным путем только опытным путем это не не положено не положено не положено не положено не положено не положено да что же это такое и так оказалось что груши дикие совместимы с культурными яблони уже совместимы с роскошными яблоками 500 граммов причем вкусные обоих считается чем крупнее тем не вкуснее вот и все 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 и преодолеть удалось очень трудно приживались черешки на сибирские дикие вишни они не дикие они одичавшие правильно так штамбовая вишня сибирская одичавшие название придумал железу специально название кто и не знает ее переселенцы столыпинские привезли явно 90 процентов ряд если что-то бывшие владимирские которые в сибири одичали потеряли многие качества зато живы зато штамп вот этот момент ну и наверное я вам сейчас чтобы уже эту тему немножко за как-то данное не было скучно даже не было грустно наоборот очень оптимистично персики прекрасно приживаются как я понял на манджурские абрикосы первое поколение у меня давал давал урожай даже первое вот морозостойкость повышалась я их не укрывал погибли персики ну потому что если в чернике срезал был момент нищеты кто из нас не переживал такое помните американские миллиардеры у них есть такая пословица якобы якобы ходит среди них у каждого миллионера американского где-то чулане пылится значит тумбочка с ваксы и сапожной щеткой то есть якобы начинали с чистичка сапог вот я тоже так начинал был такой момент что можем назад только миллионером не стал и вот что же вам сказать напоследок а скажу значит нет наверное другой раз расскажу когда будет тема там где довели до такого уродства садоводства и там очень пригодится один мой рассказ жизненный но на уровне анекдота так что я вас интригую смотрите лучше я вам скажу почаще заглядывайте на мой канал не ошибетесь не пожалеете вот а пока что пока лежат косточки много косточек которые можно использовать для профилактики опухолевых заболеваний против опухолевых вот пока есть они же годятся для того чтобы сад как говорится палец о палец не ударе вырастить старифицированная высокая всхожесть вот есть возможность сразу наладить производство саженца по принципу железа то есть когда ты рассказал случай как я вырастил еще тех денег 40 тысяч на одном квадратном метре вырасти привитых на квадратном метре 40 стуки по тысячи продал вот я не стараюсь так густо садить но тогда жизнь заставлял начинать с десяти соток вот и воевать с тёщей из царства небесное что тут будут помидоры гайтери морковка или мои саженцы и это прошел вот при это тоже все вспоминаю с любовью как мы воевали за землю вот вспоминаю тот самый случай после пожара который уничтожил все что я нажил вот причем пожара искусственного вот злого подлого я какой-то момент не имея средств существования а потому что это самое сами понимаете на пенсии нет пенсия была но при слове пенсия она вызывает хохот или ухмылки вот наверное у западных этих которых мы стараемся учить а у них пенсия на 5-10 раз больше а мы все учим как жить и вот получается что у меня весна у меня нет ничего я уволившись завода покупаю оку потому что долги никогда не влазила 30 тысяч мне дали это самое выходное как бы пособие 30 тысяч заначка была 60 тысяч я покупаю аку новенькую да только сразу ломаться начал вот я при тут же выезжал тайгу за 300 метров за 500 метров маленький багажник копал десяток саженцев этих самых этих сибирок вот из тайги привозил на столе прививал это была весна вот потому что у меня уже вот чего-чего на черенков у меня хватало причем хороших сортов яблоневых мелба у меня тогда уже была у пипин шафранный был значит северный сенап у меня уже тогда был вот жигулевская раздобыл у это у бойкова я преклоняюсь перед единственный ученый которого я считаю одним из основателей единственный ученый сибирский один из основателей саногорского феномена феномена я у нее раздобыл черенки жигулевский жигулевский е сорт прошло время и он стал королем не только у меня но и в сотнях садов кому я продавал саженцы и вот этот самый страшный момент жизни вот между двумя как на подъемами это такие пару лет и вот этот первый этот год я 500 привожу из леса я уже рассказывал но кому-то пригодится кто-то же первое услышит я привожу из леса значит эти 500 диких сколько мог сохранил земли на корнях вот складывал мешки багажник а к бывало и а и отсюда пешком и нет и на тележке вот прямо отсюда вот то есть тоже копал сейчас они как-то вывелись мало днях а тогда было коровы коровы не дают а тогда и было полно отсюда пешком из тайги 500 метров а той километр доводил 500 штук за стол за столом привил это был май вот конец апреля начало мая только земля таяла тайге позже оттаивает это первых числах мая вот привил посадил вот притоптал забыл осенью продавал по 500 рублей четверть миллиона вот а когда я увольнялся завода у меня ведущего инженера тогда так плохо платили как им не стыдно было у меня ведущий инженер по промышленности безопасности я получал чистыми 13 тысяч а здесь я перетерпев лето несколько месяцев осенью половину продал то есть я не помню весной половину может быть все осенью продав все забыто вот я заработал четверть миллиона из этого момента я больше не бедствовал мало того побывал в этом свете убедившись что жизнь земная короткая надо все успевать я взялся помогать тем кому в этой жизни было еще хуже чем мне вот и меня почему-то деньги шли я помогал деньги шли я помогал остался со своей же этой самой избушечкой которая называется насыпуха доски а внутри опилки это мой коттедж половина двух комнатной квартиры городе хрущевки моя вот гараж машине дальше жигуля не пошел после раки вот и наверное счастлив потому что удалось добиться открытия на уровне 1 2 нобелевской премии и примерно двух государственных премий поскромнее открытия на поскромнее и вот меня это держит на этом свете хотя я их никогда не получу но это мой уровень вот приятно чувствовать себя человеком которому помогал бог это я убежден которому получалось наоборот вот знаете как получилось вот сами руки ноги идут руки что-то берут вот бывало когда уже лекции читал я начинал лекцию об одном и где-то с интересом а то и с ужасом пришло что же я говорю то откуда это знаю видите как вот это просто передатчик информации с оттуда с другой реальности может быть не зря все самое умное я начинал писанины посреди ночи или с раннего утра вот я чему это говорю я просто говорю чтобы люди тоже кто-то повторит мой путь знаете для чего я сейчас приехал сюда сказать правильно я приехал срезать около 40 черенков уже плачу уже нельзя дальше калечить деревья но я знаю что есть несколько таких же как я они же я виноват они начитали железо они нас слушали железо теперь их трясет также как меня трясло вот на этом совместе трясло меня вот и я теперь получается виноват в том что у них руки честно не хотят повторить это чудо а можете превзойти меня а уже есть несколько случаев когда меня превзошли хотя казалось бы крупнее это вишни черешни чем чем у меня в этом саду я имею ввиду северные регионы страны северные вот крупнее казалось бы абрикос моих уже не может быть огромный яблок моих не может славчимый игрок не может быть может единственное это только у моих учеников . на этом я заканчиваю этот длинный разговор вот к сожалению к сожалению коды потеряны не мне я не потерял ни одного дня наука потеряла страшная судьба страшная судьба науки которая это как мои оппоненты это ужас это ужас что это такое когда кандидат науки или этот я в бусинстве медики значит фото железо смотреть еще чего зачем я смотреть фото с плодами сто сто двадцать грамм абрикосами персиками сибирскими неукровенными зачем и вот это самая страшная фраза которую ни один ученый не должен повторять думаю что не надо знать нет не так считаю что не надо знать не надо знать не надо значит мне а почему чтобы не нарушить свой покой чтобы дальше дремать 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 пусть не щите но дремать мой друг доскобилов ученый с абаканского института уже на пенсии прошел полот сказал валерий консервис спасибо благодаря вам я продал саженцев на 750 тысяч вот так вот это его слова когда он меня звонил благодарил благодаря вам вот так вот ясно но это уже не наука это мой пенсионер я доскобилов кандидат наук вот бывший завлаб института уже не живем и выживаем а у него была тяжелейшая операция вы куда деньги ушли все друзья до свидания